Кипец, как-то стрёмно. Держи крепко. Всем привет, я снова вернулся. И сегодня у нас выдался такой приятный летний денёк, поэтому я решил не терять своего времени и отправился покататься на природу. Комары. И заодно расскажу вам, как мой друг потерял свою GoPro. Поехали. Нет, правда, поехали. В этом видео речь пойдёт о моём друге из Ирландии. Его зовут Ник, и приезжает он в Латвию каждое лето на каникулы. Но в этом году из-за вируса и закрытых границ так получилось, что он приехал в Латвию только на вторую половину лета. Такие дела. Ну, давайте уже перейдём ближе к делу. На второй день после его приезда в Латвию мы спонтанно решили вдвоём отправиться на карьер. Прыжки с тарзанки, с обрыва, тёплая вода, в принципе, тёплая погода. Что может пойти не так? Так, я дал Нику маме велик, и мы выехали. Но спустя 7 километров Ник проколол переднее колесо. Ой. Как всегда, когда мы куда-то выезжаем на великах, случается какая-то беда. Ну ладно, не так страшно. Мы отвезли велик в ближайший сервис, и нам заделали прокол. Всё отлично. Двигаемся дальше. Но перед самим карьером мы, конечно же, заехали в местный магазин. Так как сегодня ужасно жаркий день, и у нас уже закончилась вода, пока мы ехали сюда. Ещё святое — это сейчас съесть мороженое. О, да. Кстати, вот про мороженое ты прям хорошо сказал. Так-то лучше. Я своё уже почти сел. Помню я, что в прошлом году здесь был нормальный переход отсюда, со стоянки в тропинке к карьеру. Теперь здесь всё перекопали. Ну ладно. До карьера надо было ехать 20 километров, и спустя час мы уже были там и прыгали с тарзанки. Знаете, что я думаю? Давайте я лучше выберусь к морю, и уже там продолжим. Потому что... А-а-а! В лесу очень много комаров, и от них постоянно приходится отбиваться. Просто жусь. Вот это уже другое дело. Вот это я понимаю. Ну что ж, так теперь гораздо лучше. Тут хотя бы сесть нормально можно. Так вот, возвращаясь к истории, всё было нормально, пока Ник не решил заснять свой прыжок с тарзанки от первого лица с GoPro. И краткое пояснение. Вот как примерно выглядят наши самодельные крепления для съёмки с GoPro от первого лица. У меня это получается просто пластмасска от крепления для головы, обмотанная скотчем со всех сторон. И моё крепление, в отличие от Ника, достаточно надёжное, потому что оно большое по площади, я могу его сильно обхватить всеми зубами, и оно будет держаться. У Ника же по площади крепления было в два раза меньше. И его можно было обхватить только передними четырьмя зубами. Ненадёжно. Совсем ненадёжно. И также мы упустили один, но очень-очень важный момент. У Ника был специальный ремешок, чтобы привязать GoPro к шее, чтобы она, даже если она выпадет из зубов, она останется всё равно висеть. Таким образом её не потерять. Но мы про это забыли. Точнее, Ник. Ну и, в общем, ситуация говорит сама за себя. Наслаждайтесь всеми этими кадрами с сюрпризом в конце. Ну что, так что мы приехали на карьер. Первый прыжок. Лежи крепко. Упала? Короче, GoPro, когда я ударился в воду, она мне ударилась об зуб, и у меня зуб, короче, чуть вообще не вылетел нафиг. Даже какой передний? Да. В общем, только что мы утопили GoPro, и Ник чуть не потерял свой зуб. Ну и, в общем-то, да. Мало того, что Ник выронил GoPro из зубов, так ещё и само крепление для зубов чуть не выбило Нику передний зуб. Это, конечно, вообще отдельная история. Ну и я, конечно же, стою в таком шоке, не понимаю, что делать. Ну и первая мысль, которая мне приходит в голову, это нырять и искать эту GoPro. Ну и так как я сам не пловец и не хочу рисковать своей жизнью, я пошёл ходить по пляжу и спрашивать у людей, кто, может быть, мог бы нам помочь с этим. В общем, спустя некоторое время мы нашли людей, которые готовы нам помочь доставить камеру со дна. Правда, не просто так, за десятку и за... Да просто за пиво, пацаны. А, просто за пиво, в общем. Ныряние продолжались в течение какого часа точно. Потом мне удалось одолжить у какой-то семьи маску для ныряния. И также это копашка, которая вызвалась нам помочь. Они попросили у друга фонарик, который мы будем использовать, чтобы искать камеру под водой. Так как уже становится темно и... Но в итоге ещё примерно полчаса мы ныряли, но так ничего и не удалось нам найти. Как я понял по словам ребят, которые ныряли, дно карьера очень резко уходит вниз именно в том месте, где все прыгают с тарзанки. Ну и ник в том числе. И туда и упала гаупрошка. Плюс там на дне начинается очень много водорослей. По-моему, там ещё какое-то свалившееся дерево. Но и до кучи уже вечерело, и довольно-таки быстро становилось темнее. Поэтому в тот день мы решили закончить поиски и продолжить на следующий день. Я, к сожалению или к счастью, уже не мог приехать на следующий день. У меня были свои планы. Поэтому пришлось ехать одному Нику и снимать для меня контент. В общем-то, попробовали мы ещё где-то 2 часа понырять, попробовать найти камеру, но успеха вообще не было. Там общая глубина около 4-5 метров, и после этого там идёт склон и ещё глубже. Во-первых, там ужасно темно, прям вообще ничего не видно. Плюс там очень много всяких водорослей и камней. Ну чё, Алекс, скажешь по этому поводу? Ты проебал GoPro, придурок. Ребята GoPro так и не нашли. И, скорее всего, до сих пор она лежит там, на дне саурежского карьера. Такая вот печальная история. И самое обидное, это скорее то, что первое, Ник потерял GoPro на буквально первый день своего пребывания в Латвии, насколько же это на самом деле ужасно. И второе, это то, что на этой GoPro был весь материал перелёта Ника из Ирландии в Латвию. Из этого он мог сделать целый влог. Этот материал бы, наверное, пошёл ещё в какие-нибудь там годовые видео, но, видимо, не судьба. На самом деле так странно. Я вроде как тут сижу на пляже сейчас, у меня всё отлично, я ничего не потерял. Со мной моя камера, со мной моя GoPro, со мной дрон, в конце концов, хоть и не мой, но всё равно за эту историю с GoPro-шкой мне как-то самому дико обидно. И в тот момент, когда Ник её потерял, когда мы в тот день ехали домой, я чувствовал себя не виноватым, конечно, но вот это чувство, как будто это я что-то потерял и у меня что-то случилось. Ну и вот и всё. На этом вся история заканчивается. И как видите, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Единственное, что тут можно сделать, это подвести итоги и постараться найти в этом какие-то плюсы, чтобы не прокалываться в будущем. Первое, это всегда здраво оценивайте свои возможности и силы. И второе, что относится не только к креплению GoPro, это всегда сперва проверяйте надёжность крепления или той же поверхности. И третье, то, что я тогда упустил на пляже, это всегда выкапайте свой материал по окончанию съёмочного дня. Вы даже не представляете, насколько это важно. Я попадал в такую ситуацию, когда забыл это сделать дважды. Первый раз это было ещё давно, года четыре назад, когда я потерял свою GoPro, которая была моей первой GoPro. Тогда на ней был материал, как мы прыгали с вышки на каком-то озере. Тогда я забил и оставил это всё в камере, и через пару дней она куда-то пропала. И второй раз это случилось, когда мы ездили с Ником Автостопом. Пытались добраться до Италии, но у меня украли камеру в Вене. Я мог бы капнуть все мои, получается, видеокадры на мой жёсткий диск, и тогда я хотя бы не потерял бы бесценный материал с камеры. Такие вот дела. Ну и, наверное, на этом всё. Пишите в комментариях, как вам такой формат разговорных видео. Я, скорее всего, с этого момента постараюсь сделать их почаще, потому что мне самому нравится, на самом деле. Также ставьте лайки, если именно это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Это очень важно, потому что я заметил, что в последнее время мои видео начали набирать крайне мало просмотров. Так что давайте один клик, и в следующий раз, когда будет новое видео, вы сразу же об этом узнаете. И если у вас появились какие-то дополнительные вопросы, пишите их также в комментариях. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч! А я, наконец-то, уже искупаюсь, потому что сегодня был очень-очень жаркий день, и катался я, конечно же, не по самым чистым тропинкам. Да. Субтитры сделал DimaTorzok